Мир вам, дорогие братья и сестры! Рад быть снова вместе с вами в церкви. Я считаю ее своей родной церковью, потому что вот когда 17 лет назад начинался Библейский колледж, что первые годы мы собирались здесь, если вы помните, и приезжали сюда и с севера, с Массачусетса, и с Вирджинии, и южных штатов съезжались сюда, к вам. Каждый месяц мы приезжали, и за 4 года мы, я посчитал, где-то более 40 раз мы к вам приезжали. Проводили здесь очень много времени, пятница и суббота, это 11 лекционных часов. И буквально вчера мы со студентами вспоминали, те, которые уже сегодня преподают уже, они говорят, какое было прекрасное время, когда мы собирались в State College. Ну вот, а сейчас уже у нас 9 филиалов в разных местах, и в Вирджинии, в Спринфилде, в Массачусетсе, и в других местах, в Америке, и в Израиле, и мы помогаем также и в России, о чем я еще скажу в заключении. Ну и, конечно же, я приветствую не только всех вас, но и хочу приветствовать всех выпускников, а их за 17 лет и в вашей церкви тоже достаточное количество, и тех, кто сейчас учится. И я приветствую тех, кто будет учиться. Я надеюсь, что вы еще будете посылать и немало студентов. Так что мы будем об этом молиться, еще будем говорить об этой информации. Кстати, Бивлейский колледж продолжается, и продолжается набор. И я специально к вам заехал, чтобы и тоже поделиться этой информацией. Ну, а сейчас я хотел бы вместе с вами обратиться к Слову Божьему, которое очень важно для нас, и 83-й Псалом, если мы его откроем, 7-й текст, начинается так. «Проходя долиною плача». Ни у кого нет никаких сомнений, что мы вступили в эту долину, и мы по этой долине идем. «А что, если эта долина не закончится так быстро, как бы нам хотелось? И что, если эта долина плача станет еще тяжелее?» Вы знаете, об этом предупреждал наш Господь, говоря о последних событиях. Матфея, 24-й глава, 7-й текст. Он говорил, «И будут глады, моры и землетрясения по местам». Все же это начало болезней. В греческом языке, наверное, вы слышали, стоит это слово «эпидемии». И раньше были болезни, мы не сомневаемся, и в XIX веке, вы помните, было в XVIII, и раньше «испанка», и «чума», и так дальше. Но это отличается от всех тем, что захватило весь мир. И некоторые толкователи справедливо обращают внимание на слово «начало болезней». И они видят в этом слове не только начало по времени, но также и по степени тяжести, как мы говорим о начале бури, которая начинается с легкого ветерка, но затем она переходит в крепкий ветер и ураган. Итак, Господь предупредил свой народ. Это будет. Мы должны к этому быть готовы. Недавно я слышал выступление одного врача. Она говорит, что да, сейчас вот уже идет третья волна, мы знаем, что по всем странам она идет, это уже вариант дельта, но она говорит, это не последний вариант. Мы сегодня наблюдаем за следующим вариантом, который возник уже, и сегодня он есть, но еще не распространяется так быстро. Еще более агрессивный, еще более сопротивляется всем прививкам и любым лекарствам, мы за ним наблюдаем. Мы боимся, что он придет на смену дельте. Как бы там ни было, у меня есть для вас радостная весть, что написано в слове, в продолжении этого седьмого текста 83-го псалма. Там стоят очень удивительные, прекрасные слова для своего народа, Бог их оставил. Спешу вместе с вами прочитать дальше, что же там стоит. Итак, проходя долиною плача, они, то есть верующие, открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Сегодняшняя тема звучит так. Сокрытые источники долины плача. Как мы будем рассуждать? Мы посмотрим на то, кто проходит этой долиной и почему. О чем больше всего молятся верующие в долине плача? И как Бог им отвечает? Что Он приготовил в этой долине для нас с вами в эти трудные времена? И самое главное, какой ключ для открытия этих источников, которые приготовил Бог? Привлечем еще примеры из Библии, из жизни, и будем проверять себя и молиться. Итак, задаем вопросы нашему 83-му псалму. Кто проходит долину и плача? Ответ. Верующие. Причем любящие Бога. Мы читаем о них этот весь псалом. Вот, например, шестой текст говорит, что их все стези в сердце направлены к Богу. Они непрестанно восхваляют Господа. Пятый текст. Двенадцатый и тринадцатый тексты говорят, что они ходят в непорочности, и они уповают на Бога. Интересно, что слово «проходя» говорит нам об обычности долин плача в жизни любящих Бога. Неотъемлемости. Как бы, между прочим, не если и возможно ты будешь проходить этой долиной, а ты проходишь ею. Как бы обычное дело для верующего человека. Подождите. Но многие верующие так не настроены. Многие думают, что если чем больше любишь Бога и желаешь Ему быть послушным, тем больше Бог тебя оберегает внешне от всех этих опасностей, болезней. Да, все так. Но здесь мы видим другое дело. Мы видим, что чем больше Бога любишь, тем больше долины плача становятся обычным и неотъемлемым делом в твоей жизни. Но почему, Господи? На этот трудный вопрос мы дадим ответ в конце проповеди, после всех наших рассуждений. Ну, а сейчас мы зададим следующий вопрос. О чем молятся, вернее, что делают люди в этой долине плача? Ну, конечно же, плачут. А что еще? Долина же плача называется. А еще молятся. Как вот брат предо мною уже правильно отметил, Иаков говорит, злостраждет ли кто из вас? То есть проходит трудности, какое-то зло в своей жизни. Пусть молятся. И что делает Бог? Он слышит. И он отвечает. И сегодня вы слышали сегодня побуждение народа Божьего к молитве, которое мы слышали уже в предыдущей проповеди, в пении. Это важно. И послушайте, сейчас будет центральная мысль всей моей проповеди. Очень внимательно послушайте. У Бога существует два способа ответа на трудные обстоятельства в долине плача. Два способа ответа. Что это за способы? Вообще, конечно, есть отдельная тема проповеди об неуслышанных молитвах или о задержанных ответах. Когда Бог нам не отвечает, есть разные обстоятельства или какие-то вещи, которые человек не удалил из своей жизни, поэтому Бог не слышит его молитвы. Но здесь мы говорим о другой теме. Мы говорим о молитвах, услышанных в трудных обстоятельствах долины плача. Вот на них у Бога есть два способа ответа. Что это за способы? Я хочу сейчас попросить молодежь, и дети, и подростки, давайте мы вместе сейчас с вами поработаем. Есть такое детское задание. Я думаю, что оно вам известно. Есть две картины, очень похожи друг на друга, но в них есть, например, 8 или 10 отличий. И чтобы их увидеть, эти отличия найти, нужно очень внимательно смотреть и сравнивать одну картину с другой. Правда? Знаете такое задание? Сейчас мы посмотрим на две библейские картины. Очень внимательно и пристально. И задание следующее. Нужно найти одно, но очень важное и самое главное отличие. Итак, если у вас есть Слово Божье пред глазами, откройте его. Если нет, высвязите, пожалуйста. Мы с вами будем сейчас очень пристально в него вникать. Итак, первая картина – это Судей, 15 глава, 18-19 тексты. Судей, 15, 18-19 тексты. Речь идет о Самсоне. И почувствовал сильную жажду, и возвал к Господу, и сказал, ты соделал рукой раба твоего, великое спасение это. А теперь умру я от жажды. И разверз Бог Ямину в лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил. Ну что, запомнили эту картину. Вторая картина – это Бытие, 21 глава, 15-19 тексты. Бытие, 21, 15-19. Очень похожая картина, тоже о пустыне, тоже о верующем человеке. Речь идет об Агарии, которая заблудилась в пустыне. Читаем. И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла села вдали в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала, не хочу свидеть смерти отрока. И она села поодаль против него, подняла вопль и плакала, и услышал Бог голос отрока. И ангел Божий с неба возвал к Агарии и сказал ей, что с тобой, Агарий, не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока, возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водой и напоила отрока. Итак, молодежь, помогите. Какое главное отличие вы заметили в этих очень похожих библейских картинах? Ну, рассуждаем вместе. В этих двух иллюстрациях мы видим два верующих человека. Оба оказались в смертельных обстоятельствах в недостатке воды. Оба взывают к Богу, и оба получают ответ. Но вы заметили, что способ ответа в каждом случае был разный. В этом и есть главное отличие, правда? Вот, например, в случае с Самсоном, вы заметили, что ничего не было. Он помолился Богу, Бог вторгся в эти обстоятельства, чудесным образом их поменял, отверз источник, которого не было. Он отверз Емину, из нее потекла вода, и Самсон напился. Послушайте, а во втором случае вы заметили, что Бог ответил, но по-другому. Ведь, смотрите, нужна была вода Агария, и она тоже очень сильно взывала к Богу. Она была при смерти, и ее сын тоже был при смерти. Она сильно-сильно молилась Богу, и Бог обстоятельств не поменял. Вы заметили это? Почему? Ведь она тоже нуждалась в воде. Ей тоже нужна была вода для спасения жизни. Почему ты, Боже, не поменял обстоятельств? Потому что ничего не нужно было менять. Вы заметили это? Колодец был, просто она его не видела. И как Бог ответил? Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водой, который был в этих обстоятельствах. И она напилась, и возвратился дух ее тоже, и она напоила отрока. Кстати, а дети? Вы заметили, чей голос был услышан раньше? Мамы или ребенка? Кого Бог раньше услышал? Отрока. Вы заметили? Так что, дети, это очень важно, чтобы вы молились. Ваш голос Бог слышит. Я помню себя, когда я был маленьким. Конечно, я еще не покаялся, но я знал, что Бог есть, и я начал молиться к нему своими детскими молитвами, прося у него какие-то маленькие детские вещи. И, о чудо! Я начал замечать, что он мне начал отвечать. Вопрошу у него что-нибудь. И Бог отвечает. Я попрошу эту маленькую вещь. И Бог отвечает. Я начал складывать в свое сердце эти маленькие ответы от Бога в мое детское сердце. Если бы в то время, это было время гонений, кто-нибудь сказал, мальчик, ты кому молишься? Ты какой Бог? Нету никакого Бога. Я бы сказал, послушайте, а он мне отвечает. Я в этом уверен. Я вижу эти ответы. Дети, начните просить у него какие-то, пусть даже малые вещи в молитве, и замечайте, когда он вам отвечает. Это будет ваш личный опыт. Это именно общение с Богом, которое перерастет в будущем, в посвященную жизнь Богу, в покаяние, в труд и служение для Бога. Вы станете верующим человеком, которого невозможно будет смутить, потому что у вас есть личный опыт ответов от Господа. Итак, молитесь Богу. Ну, а сейчас давайте мы подведем итог. Первый, предварительный итог в нашей проповеди. У Бога есть два способа ответа. Первый способ. Бог меняет обстоятельства. Второй способ. Бог ничего не меняет. Но открывает глаза верующего человека и приготовляет для него источники прямо в этих обстоятельствах, в которых он находится. Ну, а сейчас интересный вопрос. Скажите, а за какой ответ всего больше молятся верующие люди? Ну, если вы такие же, как и я, то я молюсь за первый способ ответа. Когда мы болеем, мы молимся за исцеление. Когда мы в трудностях, мы хотим, чтобы Бог нас чудесным образом от них избавил. Вопрос еще более интересный. А каким способом Бог чаще всего отвечает нам на наши молитвы? Послушайте. Вторым способом. Он очень часто ничего не меняет. И это становится для нас, верующих людей, очень тяжелым испытанием и сильным переживанием. Вот послушайте записка с нашей молодежной конференции. Молодой человек пишет. Почему Бог молчит? Знаю, так происходит, когда грешил. Но если не грешил, то почему так происходит? До этого Бог вел меня даже в мелочах. А вот еще один христианский автор пишет. Когда все хорошо, и ты молишься Богу, он тут же отвечает тебе, даже на самые малые просьбы. Но когда приходят большие проблемы, и его помощь особенно нужна, он вдруг молчит. Почему так происходит? Пишет этот христианский автор. Я не понимаю. Имея в виду эти два способа ответа, давайте попробуем дать ответ на этот трудный вопрос. Если ты молишься Богу, и Бог не меняет твоих трудных обстоятельств, значит, надо поменять молитву. Господи, открой мои глаза, чтобы мне увидеть сокрытые источники, которые ты из твоей великой любви уже приготовил для меня в моих трудностях. Вот это мы часто упускаем. Поэтому, дорогой друг, брат и сестра, не унывай. Когда ты не видишь явного ответа на твою молитву, поменяй ее. Может быть, Бог, а даже не может, а точно, Он приготовил для тебя источники прямо в твоих трудностях. А теперь давайте мы посмотрим на четыре таких источника. Пометьте себе их. Запишите их. Они все четыре очень часто приготовлены для нас уже в наших трудных обстоятельствах. Их надо открывать. Итак, первый источник называется так. Больший успех благовестия. Открыл его, между прочим, апостол Павел. Вот он пишет. Филиппийцам 1 глава 12-14 тексты. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Павел, о каких обстоятельствах идет речь? «Так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большую смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье». Павел, неужели ты хочешь сказать, что тюрьма оказалась большим успехом благовестия? Да, если это делает Бог. Но каким? Каким образом это возможно? Ты же мог быть на площадях, проповедовать сотням и тысячам, а вместо этого кому проповедовать здесь в тюрьме? Что это за больший успех благовестия? Да, это больший успех, если это делает Бог. Кому проповедовать в тюрьме? Ну вот, воины, которые тебя охраняют, проповедуй им. Ну и что? Ну и что эти несколько воинов услышат о Боге? Разве это больший успех? Да, но ведь это Бог сделал так. В римском государстве два воина сменялись через каждые три часа. Войны не повторялись, чтобы узник не подговорил их. Поэтому 16 воинов в день могли услышать истину о Господе. В месяц 480. За год 5760 человек. За два года могли услышать более 10 человек радостную весть. А столько и было в приторианской гвардии. Это была личная охрана Кесаря. Это были молодые офицеры, 4 года воспитывающиеся, как в школе, прямо во дворце Кесаря. И Павел говорит, что вся притория узнала о Христе. И больше того, он в конце послания передает приветы от святых, а наипаче из Кесарева дома. Не только слушали, но начали каяться солдаты. И, конечно, если Павел проповедовал в Ариапаге 10 минут, столько давалось для выступления философу. Вы помните? И там были покаявшиеся люди. За 10 минут проповеди Павловой каялись люди. Что будет с солдатами, если они будут слушать 3 часа проповеди Павла? Конечно, я тоже думаю, что они не только слушали, но каялись. А затем уже передавали привет прямо из Кесарева дома. Но больше того, через 4 года Кесарь рассылал всех этих 9 тысяч воинов во все концы Римской империи на своем содержании. Когда Павел это осознал, когда он увидел, что прямо здесь, в тюрьме, Бог сделал для него миссионерскую школу для подготовки миссионеров, которые будут посланы во все концы Римской империи, и как молодые офицеры они будут иметь большой авторитет в войсках. Помните? Сотника верующего, у которого были уже благочестивые войны, потому что они имели авторитет. Когда Павел это осознал, он не мог молчать. Он говорит, братья, я желаю, чтобы вы знали, послушайте, вот то, что вы думали, что тюрьма заткнет мне рот, и я не смогу ничего сделать для Бога, Бог наоборот все сделал. Он открыл источники. Эти войны, которые слышали, каялись и пошли, как миссионеры во все концы Римской империи. Вот что делает Бог. И братья, когда это осознали, начали с большую смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божье. Уже не один Павел на улицах, несколько десятков братьев, как Павел проповедует о Господе. Друзья, когда у нас обстоятельства идут не так, как мы хотели, давайте быть внимательны. Там может быть один человек, один человек, который должен услышать Слово Божье. Это источник, который Бог приготовил для нас в этих трудностях. Послушайте интересную историю одной сестры. Она училась в педколледже. Летом должна была быть практика. Она написала заявление о том, чтобы ее на практику послали в родную деревню к родителям. Она бы там прошла практику при школе, помогла бы родителям, и было бы все хорошо. Но директриса вызывает ее и говорит, нет, мы не пошлем тебя в твою деревню к родителям. Мы пошлем тебя в другую сторону. Недалеко от города есть пионерский лагерь. Ты будешь там работать. Сестричка прибежала в церковь, попросила молодежь молиться и поститься, чтобы Бог поменял эти обстоятельства из сердца директрисы. И Бог услышал и ответил. Ну как вы думаете, каким способом? Вторым он ничего не поменял. Больше того, директриса вызывает ее и говорит, если ты не поедешь туда, куда мы тебя посылаем, ты будешь отчисленна из спецколледжа. И вот наша сестричка должна ехать в этот пионерский лагерь. А там она увидела сокрытый источник. Это был молодой человек, который был еще не верующим и весь месяц приставал к ней с вопросами о Христе. Он буквально замучил ее. Он ставил ее в такие вот трудные положения, всякие коварные вопросы задавал, потому что сам был начитанный. И она на многие вопросы, ответы не знала, но все равно свидетельствовала как могла. Когда практика закончилась, она поехала на каникулы домой. Наверное, она думала, наконец-то уже отделалась от этого назойливого молодого человека. Но когда она вернулась обратно после каникул в свою родную церковь и продолжение учебы, кого, думаете, она увидела в церкви? Да, это был уже тот молодой человек, который от ее свидетельства покаялся. И не только он, и вся его семья. Я очень рад, что Бог ответил этой сестричке вторым способом. Я даже больше скажу. Я счастлив. Потому что этим молодым человеком был я сам 29 лет назад. Я думаю, что каждый из вас тоже может рассказать такую историю, когда Бог послал кого-то вам на пути, и тот человек засвидетельствовал вам о Христе. И если наши обстоятельства идут не как нам бы хотелось, давайте быть внимательны, потому что там должен быть человек. Бог делает вас большим успехом для благовестия. Послушайте еще одну историю. Это происходило уже со мной. Вы знаете, что мне нужно много летать, посещая библейский колледж, разные филиалы. И вот я на пути нахожусь в самолете в Сиэтл, на то побережье. Я приготовил свои бутерброды. Знаете, когда вы садитесь в самолет, через полчаса вам несут чай, кофе, и можно немножко подкрепиться. Я достал свои бутерброды, которые я заготовил, жду свой чай. И вот бортпроводницы несут этот чай. Я молчу, ничего не говорю. Я в костюме, выгляжу как американец. Ничего не говорю. Себя не открываю. И вдруг одна из бортпроводниц, подойдя ко мне, говорит, а вы что с Россией? Я говорю, да, я с Россией. А как вы узнали? Она говорит, да у вас русские бутерброды уже пахнут на весь самолет русской колбасой. Я говорю, надо же. Смотрите-ка, и здесь меня вычислили. Она говорит, а что вы читаете? Что это за книжка такая? А я читал книгу, которая называется «Духовная война». Я никогда не слышал такое название. Я говорю, это христианская книга. Это о духовной войне за вашу душу. Она говорит, я очень-очень хочу узнать, о чем это, как за мою душу идет война. И потом мы, вот какое-то время, когда она закончила вот свою работу по разносу пищи, мы вышли вот туда в проход, и с ней говорили о Христе. Это сердце было подготовленное. Она прошла трудностью в своей жизни, и она нуждалась во Христе. И Бог сделал так, что этот источник был открыт через простые бутерброды. Теперь каждый раз, когда я лечу в какое-то место, я говорю своей жене, жена, сделай мне мои евангелиционные бутерброды. Мы не знаем, как Бог откроет этот источник, через что он будет открыт. Но мы должны быть внимательны, потому что там есть какой-то человек, который должен услышать о Христе. Второй источник, пометьте себе, пожалуйста, это источник смирения, в котором единственным может проявляться сила Божья. Помните, Павел пишет о Жале. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Источник смирения мы недооцениваем, но он очень сильный, он приготовлен прямо в наших трудностях. Мы должны его открыть. Открывается он не просто, нужно. Смиряться. Вот послушайте историю моего хорошего, знакомого, одного брата, служителя. У него сильно заболела самая младшая дочь. Самая послушная, самая любимая. И он эту нужду озвучил в церкви. Все знали эту девочку, и, конечно, все живо откликнулись. Вся церковь молилась за ее здоровье. И Бог услышал, и Бог ответил. Ну, как вы думаете, каким способом? Вторым. Он ничего не поменял. Никакое лечение не помогло, и никакого чуда не произошло. И девочка умерла. И этот брат говорит, для нас это был сильный удар. Мы плакали. Мы изливали скорбь пред Господом. Мы не понимали, почему Бог так ответил. Ведь вся церковь просила о чуде, просила о выздоровлении. Но почему? Почему, Господи? Но самым тяжелым, послушайте, что было для него. Он говорит, самым тяжелым в этих обстоятельствах, это было сказать от сердца. Господи, да будет воля Твоя. Я верующий человек. Я служитель. Я знаю, что, да, конечно, в этом была воля Божья. Я говорил устами эти слова. Но мое сердце продолжало бушевать. Оно не соглашалось с этой потерей. Но я продолжал это делать. Кто-то еще на заре христианской эры заметил следующее. Наше сердце не может долго противиться решению разума и воли. Поэтому я это делал. Я говорил Господу. И я просил Господи, дай мне смирение. Дай мне, чтобы мое сердце смирилось с этой потерей. Чтоб оно приняло ее из Твоих рук. Дай мне смирение, Господи. И смирение пришло. Этот брат говорит, «После многих молитв наступил один день, когда я смог от сердца сказать эти слова. Это были не поверхностные слова. От всей души я сказал, Господи, да будет воля Твоя». История еще не закончена. Послушайте, что произошло дальше. Он свидетельствует. Когда я сказал Богу от сердца эти слова, когда мое сердце смирилось в этих обстоятельствах и приняло все из руки Бога, Он говорит, что-то повернулось внутри меня, и я начал видеть плачущих людей. Раньше я их не видел. Я был, как этот священник или левит, который мог пройти мимо плачущего, избитого самарянина и даже не заметить, потому что сердцем не видел этой нужды. Теперь он говорит, я вижу эту нужду. И не только я вижу ее, но я не могу пройти мимо. Я могу часами сидеть с человеком у которого горе. Я могу слушать его. Я могу вместе с ним плакать, молиться вместе с ним. И люди видят, что я их понимаю, и я понимаю их глубоко. Я сострадаю им в этой нужде и в этом горе. Я никогда не был таким. Я не видел этих плачущих людей, а теперь Господь сделал, что я их вижу и не могу пройти мимо. Как хорошо, если в церкви Господь сделает нас такими людьми во время этих трудностей, этих болезней, этих потерь. А мы знаем, что и верующие тоже, и мы слышим об этих свидетельствах, что они тоже умирают. И многие семьи уже потерпели вот эти потери. У многих умерли близкие, дети или родители. Как хорошо, когда мы будем видеть эту нужду. Мы сможем молиться друг за друга, поддерживать, ободрять, понимать друг друга. Церковь должна стать во время пандемии местом отдыха, куда наше сердце должно нас влечь очень сильно, где нас понимают, любят и принимают, поддерживают и готовы молиться друг за друга. Как хотелось бы молиться, чтобы мы были такими, таким орудием в руках Господа. Если у нас происходит что-то в жизни, не будем торопиться, сделать какое-то заключение. Будем просить Господа, чтобы Он дал нам смирение, не изменил обстоятельства, а дал нам смирение принять эти обстоятельства прямо из рук Господа. Третий источник, пометьте его себе, пожалуйста, это испытание веры, которое производит терпение. Яков говорит, с великою радостью, вы слышите, с великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были, вы слышите, совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Мы думаем, что терпение по нашей молитве придет нам с неба, как вот в коробочке, перевязанной ленточкой. Да, оно придет, но оно придет тогда, когда мы будем терпеть. Это источник терпения, который должен быть открыт прямо в наших трудностях. Один молодой брат был очень впечатлен проповедью одного пожилого верующего человека. И он, подойдя после собрания, говорит, помолитесь за меня, чтобы и мне иметь такое же терпение, как у вас. Они склонились, пожилой брат обнял его и молятся, Господи, дай этому молодому брату трудностей, переживаний, болезней, страданий. Он слушал, слушал, убежал и молитву, и аминь не сказал. Оно придет, это терпение. Но тогда, когда мы будем терпеть, то есть переносить, молча, без ропота, без недовольства, но с молитвой, прося у Бога, чтобы Он дал нам это терпение, чтобы это все пройти с помощью и силой Божьей. Послушайте еще одну историю. Это рассказывал брат-служитель здесь, в Америке. Он говорит, с ним, с его сыном-подростком случилась беда. И он приехал в госпиталь. И врач сказал, что нужна срочная операция. Но одна беда. У вашего сына несовместимость с обезболивающими. Мы не можем дать ему обезболивающее. Поэтому он сказал, этот брат рассказывает, отец, ты должен прижать его к операционному столу и очень крепко держать. От этого будет зависеть жизнь твоего ребенка. И этот брат говорит, я никогда не думал, что это будет самое тяжелое испытание в моей жизни. Я навалился на моего сына-подростка и прижал его к операционному столу всем своим телом. И каждое содрогание от боли моего сына передавалось моему телу. Но когда я посмотрел в глаза моему сыну-подростку, я там увидел другую боль. Глаза сына кричали ко мне, отец, что ты делаешь со мной? Мне же больно. А я ничего не мог объяснить в этот момент своему сыну, но только крепче обнимая его, наклонясь к его уху, я шептал, сынок, я очень тебя люблю. Терпи. Это очень нужно. Мы пройдем вместе через эту операцию. Я тебя люблю. Я делаю это из любви к тебе. когда в следующий раз Господь прижмет нас какими-то трудными обстоятельствами. Давайте будем внимательны. Мы услышим тихий голос Духа Святого в своем сердце. Сын мой, дочь моя, я сильно тебя люблю. Это нужно. Мы пройдем через это. Я делаю это из любви к тебе. Поэтому терпи. Мы вместе проходим через это. Наконец, четвертый источник, пометьте себе, пожалуйста, он называется сокрытое благо. Исайя говорит, 38 глава, 17 текст, вот во благо мне была сильная горесть. Псалом 118, 71 текст говорит, благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Римлянам 8, 28. Я начну, а вы, зная, этот стих продолжите. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, продолжите, все содействует ко благу. Вы слышите это маленькое слово все? Оно включает в себя действительно все. Потому что это Бог говорит. Бог всесильный, любящий, желает только блага своим детям. Бог премудрый, знает, что является для нас благом. И Бог вседержитель, вы слышите, всегда может для нас это благо осуществить. Последние примеры, и мы идем к молитве и заключению. Иосиф, 45 глава, 5 текст, он говорит, не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня пред вами для сохранения вашей жизни. Когда братья схватили своего младшего брата Иосифа, сорвали с него одежду, бросили его в ров, разве молодой человек Иосиф не молился? Конечно, молился. Разве Бог не слышал его? Да, слышал. Разве Бог не ответил? Ответил. Каким способом? Вторым. Он ничего не поменял. Братья не изменили своего отношения. Больше того, они достали его изо рва и продают его в Египет. А там несправедливое обвинение и тюрьма. Разве там в тюрьме Иосиф не молился? Да, конечно. Разве Бог не услышал и не ответил? Да, и услышал и ответил. Каким способом? Вторым. Ничего не поменял до времени. И виночерпий не оказал помощи, забыл про него. Да, по воле Божьей. Но для чего, Господи, для чего молодому человеку нужно было проходить и проходить эти трудности, эту долину плача? Да, потому что нужно было открывать приготовленные источники. Кстати, все четыре источника были сокрыты для Иосифа в этой трудностях. Иосиф должен был стать для всех большим успехом благовестия. Все люди, встречающиеся с Иосифом, видели, что Бог с ним, и в руках его Бог дает успех. Всем было это ясно, видно. Иосифу нужно было смирение. Когда затем Бог вознесет его и сделает первым министром Египта, ему нужно смирение. и ему нужно было терпение, чтобы усовершить его через эти трудности и все нужные качества характера, чтобы в нем были, чтобы он был именно сосудом, приготовленным для спасения. И какое благо Бог готовил, скажите, четвертый источник, какое благо через эти страдания Иосифа. Вы слышите, спасение для самих же этих братьев, которые из зависти, и злости продавали Иосифа в Египет. А Бог готовил через это спасение для самих этих братьев. Какая великая любовь Божья, правда? Но мы видим, что это ведь только прообраз, правда? Чей прообраз? Нашего Господа Иисуса Христа. Написано так о нем, Евреям 5, 7, Он во дни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. В богословских кругах нету единого понимания этого стиха. Некоторые считают так, но как же, как же был услышан, когда от смерти на кресте не был избавлен? как Бог услышал? Да, услышан. Услышан был за свое благоговение. Бог ответил. Но вторым способом, даже для своего единородного любимого сына, он не поменял обстоятельств, хотя все этого ждали. Все ждали первый способ ответа. Враги, друзья, просто зрители, они говорили, сейчас, сейчас, подождите, мы посмотрим, что придет Илия и спасет его, или же сам сойди со креста и уверуем в тебя. Все ждали чуда, все ждали первого способа ответа, а Бог ответил вторым способом. Он ничего не поменял, Он не избавил от страданий на кресте, Он не пришел и не снял его с этого креста. Почему, Господи, почему Ты не ответил чудом, но Ты ответил вторым способом для Своего Сына, да потому что здесь было приготовлено огромное благо для каждого человека, для меня, для каждой души, которая здесь, в этом зале. Написано так, что в тот день откроется источник Дому Давидову для мытия греха и нечистоты Захария 13 глава 1 текст. Через эти страдания Бог приготовил вечный источник спасения для тех, которые будут жаждать. Как мы пели, те, которые жаждут, иди к этому источнику, припади к нему, он приготовлен для твоей души. Я хотел бы сказать к молодежи, подросткам, мир вас привлекает сегодня своими источниками, которые не могут держать воды, они насыщают, они делают только вид насыщения, но на самом деле душа остается все равно пустой, душа все равно жаждет, и ты нигде не найдешь насыщения в этом мире, ни в каких грехах, ни в каких увеселениях ты не найдешь удовлетворения для твоей души. Есть только один источник настоящий, который насыщает душу, который приносит человеку радость, мир, прощение, открывает жизнь вечную и приносит в чё, всё в чём мы нуждаемся. Это источник, который приготовлен Богом. Это Иисус Христос, это вечное спасение, источник для твоей и моей души. Друг, поспеши к этому источнику. Время остаётся мало, пришествие Господа приближается, и если ты ещё торгуешься, если ты ещё ищешь в этом мире что-то для удовлетворения твоей души, ты не найдёшь. Много, много людей, которые искали в этом мире что-то, не нашли. Я искал в этом мире, не нашёл, пока не нашёл этот источник спасения для своей души. Поторопись. Это простая молитва, но от сердца должна быть сказанная Господи, прости меня, прими меня в число детей твоих, стань моим спасителем всей моей души, прости мои все грехи, говори сегодня эту молитву тихо или громко, но пусть она будет услышана Господом. Призываем всех, всех сегодня, снова и снова, прийти к этому источнику, и пусть в это время, в которое мы живём, время, когда мы видим, что эта долина плача становится всё труднее и может даже быть тяжелее, пусть источник нашего Господа, Его спасения, Его мира, Его благодати станет для нас самым главным, куда вся наша душа была бы готова устремиться. Это и есть то, что Господь приготовил нам в этих трудных долинах плача. Подводим итог. Поменять обстоятельства чудом это, конечно, приятно. Мы, конечно, знаем, что есть чудеса, Бог иногда их являет, но их не так много. Я называю большим чудом, когда ничего не нужно менять, когда Бог приготовил прямо в твоей долине плача эти источники через которые меняется наше сердце. Мы хотим поменять обстоятельства, а Бог, не меняя их, хочет поменять наше сердце прямо в этих обстоятельствах. И когда мы это делаем, когда мы смиряемся, и когда мы открываем эти источники, а открывающий ключ это благодарность, это принять от Бога из его рук и поблагодарить за эти трудности. Это и есть ключ для открытия этих источников. С великую радостью принимайте, братья мои, говорит Иаков. Вот это принять именно от сердца смириться и поблагодарить Господа, сознавая, что через это Бог изменяет мое сердце и готовит меня к встрече, и это делать от души, это и есть ключ. Итак, помните наш вопрос вначале? Так почему же для любящих Бога долина плача становится обычным делом? Мы можем ответить на этот вопрос? Да, можем. Да потому, что Бог хочет свой народ изменить, преобразить в образ Господа, чтобы наше сердце было мягким, добрым, любящим, чтобы оно уподобилось в образ нашего Господа, чтобы оно было очищено, чтобы оно было отлеплено от этого мира и прилеплено к нашему Господу, его спасению, его благодати. Поэтому Господь и делает долины плача обычными в нашей жизни. Итак, если мы это делаем, то долина плача становится дождем благословения, как мы прочитали, и дождь покрывает ее благословением. Сейчас мы будем молиться. Я хотел бы молиться вместе с вами за тех, которые проходят личные долины плача, какие-то трудности. Сегодняшний день начните говорить Господу, да будет воля Твоя. Может быть, ваше сердце еще не присоединится сразу, но продолжайте это делать. Говорите, как решение вашей воли и вашего разума, и вы увидите, что сердце скоро присоединится, и вы от сердца будете славить Бога. Начинайте это делать сейчас. Пусть это будет тихо, может быть, негромко, но благодарите Бога за каждую трудность, за все переживания и плач и слезы, которые приходят на вашем жизненном пути. Пусть это будет действительно осознанием того, что, проходя через эту долину, мы в руках Господа. Он приготовил источники, и мы можем и должны их открывать. Давайте будем так молиться, прославим Его. Аминь.